Ян, ты очень активно, одна из немногих известных публичных фигур, выражаешь свою позицию. Притом не просто ее выражаешь, а так активно, призывая, ты выходила на митинги, призывала бы котировать выборы. Ты сейчас 5-го числа вышла на митинг «Он нам не царь». Это, конечно, вызывает невероятное уважение, это круто, и при этом иногда страшно. Ну вот мне, даже мне, мне уж тоже, знаешь, мне уже ничего не страшно, но вот когда я со стороны смотрю, я думаю, господи, но ведь это же риск потерять в том числе. Может, тебя поэтому не снимают, кстати? Может быть, какие-нибудь большие режиссеры боятся тебя из-за того? Нет, ты знаешь, присылают. Большие как раз ничего не боятся, мелкота боится. И то, так странно, мне каналы каждый день присылают что-нибудь. Либо меня приглашают ведущие, либо шлют сериалы. Ты про бояться. Знаешь, доверяй себе, не верь себе. И когда политика вошла в твою жизнь? Вот смотри. Она в нашей жизни вошла у всех. Кто-то отрицает просто, а я не отрицаю. Но все равно, когда ты это почувствовала? Когда ты поняла, что тебя это заботит? Это Крым. Крым, да? Мне говорят, стой, Крым. Я говорю, как Крым? Не может быть. Нет, мы не агрессоры. Нет, только не это. И ты начинаешь врубаться, что происходит. Медленно, но верно. И каждый раз, когда я пыталась, может быть, в середине пути этого свернуть и сказать, не твое дело. Ты кто? Ты актриса? Иди снимайся. Но это говорило мое здравомыслие, может быть. Хотя нет, скорее всего, просто голова, которая от сатаны. Да, и она говорила тебе, но сердце говорило, а ты можешь по-другому? И у меня всегда был четкий ответ, нет. Я не могу иначе. И я возвращалась на этот путь. И я все понимала изначально, что могут и прикрыть карьеру. Но карьера меня раньше разочаровала. Меня нигде за жопу не взять, потому что я не живу на государственных деньгах. Мне ничего терять. А вот давай сейчас, извини, перебью тебя. Вот, смотри. Хотя терять всегда есть что-то, да, конечно. Давай так, вот смотри, ты в одном из интервью сказала, что да обязано государство финансировать особенно авторское кино. Совершенно верно, да. С одной стороны, я с тобой согласна. Да. С другой стороны, как только появляется госфинансирование, возникает вот эта зависимость. И вот Вася твой отказался от госфинансирования несколько лет назад осознанно. Да, осознанно. Он сказал, я больше этого делать не буду. Да, я буду с трудом искать деньги. Да, это сложно. Да, это, как правило, некоммерческие проекты. Да. Но я независимая. И вот здесь возникает опять дилемма, да, вот твоя, ну, твоя, потому что ты говоришь, да, и ты права. Они должны давать нам деньги. Обязаны. Потому что это наши деньги. Абсолютно верно. Это наши деньги. И для того, чтобы кино развивалось. Да, он так же считает, да, просто тогда был выпад его, да, когда он не захотел на страну ОС брать деньги, потому что отменили нецензурную брань в кино. И он пишет сценарий, как истинный бунтарь, с нецензурной бранью. Причем все его картины до этого были совершенно практически без мата. Некоторые вообще чистые. Жить, это ни одного слова. Это был такой протест. Да, еще не на государственные деньги. Потому что он понимал, что если будет государство, он никогда не выпустит картину. Поэтому он так же считает, что деньги должны давать. Это наши деньги. Мы должны снимать. Это вообще престиж страны и так далее. Но, может быть, поэтому люди так и осторожны публично. Потому что у каждого есть вот эти вот крючки, понимаешь, которые... Так надо понять, что это не крюк. Вот я же сейчас пишу сценарий. Ты думаешь, куда я с ним пойду? Я пойду получать в государственные деньги. Вот когда мне откажут, мне же еще не отказывали. Ведь рук-то на сердце положа, мне еще никто не отказывал. Я свою коротышку сняла на государственные деньги. Свердловской области, правда. Министр культуры нам предложил с Василием, давайте вот у нас тут лоты, давайте будем участвовать. Давайте, мы поучаствовали. И правильно, и надо участвовать. Я была дебютантом. Почему нет? Мне сдали миллион рублей. Мы все отчитывались. И поэтому я пойду деньги просить государственные. Не остановишься, вот тебе дали денег. Снимаешь кино. Буду снимать. Цензуры нет. В своей позиции публичной не появится у тебя там вот... В публичной я не смогу уже остановиться. Я же говорю, этот уже контакт уже произошел. Я себе предлагала жить иначе. Ответ прозвучал нет. Я не могу. Я не могу смотреть, когда ущемляются свободы. Я очень свободолюбивая. Я водолей, понимаешь? Которую родил Овин. Это о многом говорит. И поэтому, ну, наверное, когда я... Единственное, что может произойти, это, чего я очень тоже не хотела бы, опускание рук. Сама знаешь, да? Когда вот ты бьешься, бьешься, и вдруг руки опускаются, и ты говоришь, я старею в конце концов уже, да? То есть, ну, я же и правда немолодая. Мне 45 лет. И что я собираюсь всю жизнь скакать по баррикадам? Да ну нафиг. Это тоже несерьезно. А я ведь хожу на митинги, меня ведь так же толкают, и дубинка прилетает, и все это есть. И поэтому, ну, разве что я, не знаю, слягу, что ли. Слушай, а как ты думаешь, вот эти дети 14, 15, 16-летние, которые вот сейчас выходят, вот что они чувствуют? Почему они выходят? И как ты думаешь, они сохранят в себе этот запал? Это наша надежда? Это наша надежда. Значит, я на них смотрю, я их фотографирую там. И ты знаешь, они не идут на наши призывы. И потом я не делаю призывы, я сообщаю, куда я иду. Я тоже соображаю, что я делаю, да? То есть я не орую, приходите и все такое. И будет классно, там, повеселимся. А это должен быть выбор каждого человека. Я сообщаю, куда я иду. А я иду пятого туда-то, да? И это, в принципе, не призыв. Это моя позиция. Я туда иду. И эти дети меня вообще поражают. Они идут чисто интуитивно кто-то. А они идут некоторые с родителями. И родители подходят, и мы общаемся. И я говорю, как, вы с детьми пришли? Они говорят, они нас привели. А мы идем, потому что идут дети. И это поразительно. Это их страна. Я тебе клянусь. Это их страна. Мы-то все уже, все просрали. Пусть они ее заберут. И они ее, они, они любовью, они же такие не агрессивные. Они вообще не агрессивные. У них прекрасные лица. Это и есть свет. Это светоносцы, понимаешь? Нам до них далеко. И мы там единицы, кто хоть как-то их, если поддержим, то хорошо. Потому что они в нас уже не нуждаются. Я иду больше даже из-за них. Я пытаюсь хотя бы, когда там особо крикливый ребенок стоит, и на нас идет эта волна с дубинами, я его сшибаю, чтобы и останавливаюсь. Потому что нас еще пока обходят стороной. Почему-то носятся за ними. Ну, слушай, конечно. Мрак всегда будет за светом носиться. А свет они. Это они, надежда наша. Они наше будущее. Я никогда не любила детей. Я раньше, когда про нас говорили, вы наше будущее, я уже тогда знала, нет. Представляешь, я ребенком знала, что мы не будущее. Да ладно. Да, я чувствовала. Я чувствовала, что в нас еще есть вот это системное мышление и вообще рабское, что мы пока не готовы. Ну, это я готова, это ты готова. Ну, ладно, наберем мы еще людей, да, и нас там может быть, может быть, 10% в стране. Ты сказала в одном интервью, что у нас душевная страна. Ой, да. Вот скажи мне, почему ты считаешь, что она душевная? Все равно, она все равно у меня самая любимая. Любимая? Именно из-за этой душевности. А вот где ты ее сейчас видишь, эта душевность? Она есть, она всегда была. Да, слушай, ну, неспроста у нас эти все фонды, как орешки, открываются, щелкаешь только, да, помогать и больным. Опять, ты сейчас сказала, вот так вот. Это в каком-то вот этом кругу вот тех самых там. А как люди, ты не поверишь, а люди дома сидят и с телефона отправляют всегда деньги. Да ну, перестань, сосед заболеет, мы все равно все пойдем помогать. Знаешь, почему? Я всегда тоже... Наряду с тем, что мы очень обособленно сейчас все живем, да, то есть, ну, мы остаемся душевными. Да где мы так еще сядем и поговорим? Все правильно. Вот смотри. Душевно откроемся. Душевно, вот я недавно, мне мой сын, 15-летний, прислал ссылку на одну уже, ну, как бы невероятную историю, очень тяжелую, которая случилась в соседней Белоруссии. Но которую, когда мы с ним прочитали, мы... Почему он мне это прислал? Потому что он понимает, что вот это в соседнем доме может быть так же. Да. Да, и Белоруссия, это наш соседний дом. И они также смотрят... Сколько твоему сыну, прости, 15? И они также смотрят эти федеральные каналы. Значит, там сказать очень коротко. Значит, парень инвалид на коляске. Мама бьется очень долго за то, чтобы в подъезде установили подъемник, пандус, потому что невозможно, парень растет, и таскать его на второй или какой-то этаж невозможно. Она обошла все инстанции. Она в итоге добилась того, что написала письмо в администрацию президента, президента, спустили распоряжение, нашли деньги. Но необходимо было собрать подписи подъездом и дома на то, что они не против, чтобы оставили пандус. 106 человек, 106 подписали против. И чиновники приехали... Такого вообще не было. Чиновники приехали в их дом, начали убеждать их, что это за наш счет, что на вас это никак не отразится. Уговаривать их подписать разрешение на установку пандуса. Почему мне сын прислал это? Почему его это так задело? Потому что, видно, интуитивно он тоже чувствует, что в наших людях вот это равнодушие... Мне тоже всегда так казалось, что мы такие душевные. Да нифига. Нет, они неравнодушные, они злые. Это злоба такая, знаешь, не мотивированная. Вот так, и тут же рядом свет будет, понимаешь? И тут же рядом будет та, которая пойдет и отдаст последнее. Это все есть, да. Но мне уже почему-то кажется... Мы не можем все быть такими душевными и святыми, да? То есть мы вообще, кстати, на святость, если что, не претендуем. Я тебе к тому, что вот на таком контрасте страна существует, да? Что вот такие злые... Это просто злоба какая-то тупая. Не подписать. А как ты думаешь, почему вот большинство людей голосует опять же за Путина? Вот опять, извини, у меня такие душбеки. Вот у нас недавно в «Бремя новостей» был репортаж про девочку, ну, например, про группу подростков, которая там часть есть несовершеннолетних, девочке 19 лет, ее мама была у нас в эфире, их обвинили в создании террористической организации. Длинная история, при том, что там внедрен специально был какой-то спецслужбист, который, собственно, их провоцировал, который как бы сам и создал эту организацию. И девчонок, и молодых этих ребят посадили, они сидят в СИЗО, и это очень тяжелая статья, из которой, ну, просто шансов выйти, в общем-то, не было. Раньше была измена о родине, сейчас терроризм катывают. Ну, приблизительно, ты понимаешь? И это молодые, вообще, студентки. Да, какой терроризм. И сидит мама, и Паша Лобков ее спрашивает, ну, и она обращается к Путину в эфире, ну, потому что мы же все думаем, что царь хороший, да? Да, да, да. Очень такое национальное обращение. И что он нами занят. Мы, главное, мы думаем, что он нас слышит. А вот вы за кого-то голосовали? И она так, знаешь, у нее такая пауза, и она говорит, за Путина. Она говорит, ну, а сейчас вот вы... Она говорит, и она, представляешь, она все равно продолжает говорить, что он... Ну, мы же не можем не верить того человека, которого мы выбираем. Искренне, говорит, мама, которая переживает... Да, ну, слушай, они зомбоящиком промыты. И, кстати, вот это не рабское сознание, это промывка. Промывка, да. Они верят искренне. Я недавно летала в Екатеринбург, я разговаривала с людьми. У них пенсии нищенские, им не на что жить. Они приторговывать опять начинают потихонечку уже, потому что жить не на что. И при этом они говорят, что... А что он тебе сделал? Я говорю, да мне пока ничего. Я могу вообще с вами не разговаривать. Но вы посмотрите, как вы живете дома, мрак вообще у людей. К ним заходишь и так смотришь и думаешь, господи, у них этот ремонт был 40 лет назад. И он до сих пор. Да, и это, конечно, печально. А люди положили жизнь и здоровье на то, что трудились всегда. И сегодня они получают несколько тысяч рублей и 5 тысяч отдай за корплату. Поэтому о чем с ними говорить, когда они почему-то верят? Да вот эти игры душевные. Это тоже душевность. Это тоже ее предикат. Наши души. Они верят, они любят. Мы способны. Мы просто не имеем информации правдивой по телеку. Хотя казалось бы, вроде уже интернет есть. Да, но они правда не умеют пользоваться интернетом. Это пока сегодня так на руку властям, что люди до сих пор... Они мне говорят, а где там что-то говорят, на тебя подписываются? А где? Я говорю, это Инстаграм называется. Представляешь? Они не знают. И они чистые в этом, конечно. Они хорошие, они прекрасные. Они говорят... Я говорю, ну вы тут держитесь, прикалываю их, да? А они мне искренне так говорят, да что ты мы на картошке-то мы это... Отворачиваешься от них, идешь и слезы катятся. Потому что они такие душевные. Вот она, настоящая душевность. Вот наш народ великий, который победил. Очень говорят, Сталин победил. Какой Сталин? Люди на себе все вытащили. На трупах своих семей, да? Какой Сталин вообще? Он только мешал, на самом деле, ускорению противостояния. Вообще это не победа, да? Мы выстояли про... Уничтожал, да. Я это и назвала, да, мешать. Слушай, Екатеринбург, твой родной город, Ройсбан, которого сейчас в итоге... Да, но пока он еще мэр. Ну, пока мэр. Да, и настроен бороться. Скажи, пожалуйста, а вот его фонд... Фонд «Город без наркотиков». Без наркотиков. Но он там уже не числится. Нет, но скажи, вот его очень сильно критиковали, при этом ты сама рассказывала, что в 90-е годы это был просто ад, и люди там рядом... Конечно, Ройсбан был спасением в нашем городе. Вот, скажи, а его очень критиковали за вот эти методы, да? Да плевать, они забыли, что он барыг прогнал из города. Плевать на эту критику, которая вообще не объективная, потому что он прогнал барыг. Его барыги цыгане, да, они его мечтали застрелить и обещали. Он носил куртку, сзади написано «Евгений Ройсбан» было, и показывал, что я не боюсь, я не прячусь. Посмотрите, у меня нет бронированной машины, он ходил по городу открыто. И, конечно, в такого человека не посмели бы стрелять. Он выжил их всех. И поэтому то, что дальше фонд продолжил помогать уже наркоманам, как следствие, они... Да, где-то, может быть, это методы были жесткие, но это родители приводили детей. И да, где-то приходилось кого-то посадить на наручники, потому что мечтать убегать никто не запрещал. И, собственно, бежали, да? Но ведь там как раз вот период при зависимостях нужен вот сухой. Он плохой, на самом деле. Это тоже непродвинутый метод. Сегодня я это очень хорошо понимаю, держать эта пытка. Но это так все просто преподносили. Это были нормальные центры. И все равно не имели... Он не вышел весь на улицу после того, как отменили мэрский выбор. Все равно хороший выходит процент. Хороший, но все равно не вышли. Ну вот, видишь, я же летала на днях, и мне люди говорят, что тебе сделал Путин. Что тебе сделал Путин, я говорю. И они видят Роземна как все-таки оппонент в данном случае. Ну, конечно. То есть они не выходят, потому что они за Путина, а не против Роземна. Да, совершенно верно. Хотя они знают, что Женя для города сделал очень много хорошего. И вообще, знаешь, еще не умеем выходить. Поверь, это все репетиции сейчас идут. Учимся выходить, учимся. Нас же раньше-то выгоняли пойти с транспарантами, флагами, барабанами и говорить 1 мая, спасибо Сталину. Ну, дети наши этого не застали. Вот. И они поэтому выходят легко. А мы, наше поколение и старше, мы не умеем выходить. Мы учимся пока. Нам надо время, к сожалению. Но опять же, знаешь, я ведь в итоге-то все равно прихожу к тому мнению. Все понятно. Оппозиционер, окей. И тем не менее, я не хочу тоже будить спящим. Общаясь с народом, я понимаю, что... А кто я такая сегодня, им что-то вещать вообще. Им нормально. Это их... Это их путь. Пусть они не хотят знать свободы, пусть они уже вымирают, потому что... Ох, тебя сейчас заклюют. Заклюют. Да, да. Но мы все вымрем. Пусть мое поколение. Я вымираю, пускай. Потому что я из системы пришла сюда. Пусть молодежь забирает эту страну. И я буду... Я только от одной мысли счастлива, понимаешь, что будет свобода, будут права человека защищены. Сегодня, знаешь, читая дома Конституцию Российской Федерации... Сегодня ты сидишь. Нет, сегодня вообще, да. Я думал бы сегодня сюда. Сегодня в ситуации сегодняшнего дня. Читаем дома вслух. Я всегда... Сигарь, слушай. И начинаем мы читать. Особенно ту главу, где права человека, да. А он там сидит и только хохочет. Говорит, ну фантастика. То есть это фантастика. А у нас хорошая Конституция. Она хорошая, прям она мне нравится. Хоть там Сигарь и начинает, вот тут немножко бы подправить. Я говорю, замолчи. Она прекрасна. Конституция Российской Федерации прекрасна.